К большой радости любителей словесности Тольятти Азот в рамках нового проекта интеллектуального клуба «Химия слова» пригласил выступить с циклом лекций о русской литературе известного журналиста и филолога Леонида Клейна. Тольяттинцем Леонид запомнился по прошлому образовательному проекту Тольятти Азота «Литературный оркестр», где он рассказывал о творчестве Чехова и Достоевского. Новый цикл состоит из девяти лекций, которые будут проходить каждый месяц на сцене Дворца культуры Тольятти Азота. Для Леонида подобный опыт выступлений в течение всего сезона на одной площадке будет впервые. Была некоторая идея, что попробовать рассказать о главных текстах русской литературы, но при этом не делать из этого историю литературы, не делать из этого филфакт, там даже в облегченной версии, что была какая-то свобода. Ну и мы выбрали, ну как там, есть некоторая задача, есть некоторый формат, есть некоторое количество лекций, вот мы выбирали. Все невозможно. Вот, например, сегодня я буду читать про сказки Пушкина и Чуковского, я хотел сделать про Чуковского отдельно лекцию, но вот у нас не получается, вот я там соединяю. Первая лекция литературного цикла была посвящена главным сказкам нашего детства, творением Пушкина и Чуковского. Леонид Клейн заставил зрителей по-новому взглянуть на так давно и хорошо знакомые произведения. Александр Сергеевич писал свои сказки вовсе не для детей, в то время еще не существовало детской литературы. Все сказки Пушкина для взрослых и со множеством жизненных ситуаций и проблем. Корней Иванович в своих, казалось бы, таких простых и понятных каждому ребенку сказках поднимал вопросы вселенского масштаба. Тема семьи присутствует практически во всех его произведениях. И самая невероятная его сказка, по словам Леонида Клейна, это «Крокодил», где Чуковский смешал несколько разных стилей и процитировал великих русских поэтов. И в конце каждой сказки Корнея Ивановича обязательно присутствует чудо всеобщего прощения и примирения. Эмоциональный и заразительный рассказчик Клейн вернул слушателей в мир с детства известных произведений. Неудивительно, что многие зрители в этот вечер специально пришли послушать лекцию Леонида. Про Чуковского действительно я в новом свете взглянула на эти сказки, потому что я читаю их своему сыну. И, в общем-то, вот второй вот этот вот пласт я не рассмотрела, на самом деле, когда читала ребенку. Больше как-то вот на бытовом уровне. А оказывается, все тоже про мир, все гораздо шире. Спасибо вообще Тольятти Азоту, что организует такие мероприятия, тем более бесплатно, тем более для всех доступно. Вот, очень понравилось, действительно. Приглашайте еще. Другой взгляд появился на сказки русских писателей, это точно. Взрослый взгляд на детские сказки появился. Очень харизматично, живо, интересно прям слушать, то есть смотришь и не отрываешься. Вот полтора часа сколько все это было, прям очень понравилось. Прям такой классный учитель-ведущий, прям супер. То, что рассказывали в школе, в принципе, мне, конечно, немного отличается от того, что рассказывал сегодня как бы лектор, но в корне как бы. У нас, конечно, образование времен на три сутки было, конечно, хорошим, но ко мне рассказывали настолько широко, настолько, так сказать, с такой именно точки зрения, потому что у медали три стороны. Вот, так что, в принципе, лекция понравилась и очень хорошо, так сказать, что пришел, так сказать, я сюда. Придете еще? Ну, да, приду. Приведете своих коллег? Ну, надо будет привезти, да, в общем-то. Сустрель, но я думаю, приведу. Дети уже выросли, но вот хочется домой прийти и перечитать, перечитать сказки, потому что вот я, конечно, вообще не ожидала в такой интерпретации услышать. Но некоторые моменты, во-первых, вспомнила детство, вспомнила. И вот хочу сказать, что вот, когда дети были маленькие, вот эти сказки, наверное, наизусть. И они, когда были маленькие, я наизусть, как бы, они тоже меня все знали, эти сказки. Наверное, поэтому такие получились умненькие. Все-таки эти сказки, это наши, как бы, не знаю, наши все. И думаю, мама, которая молодая, чтобы чаще детям читали эти сказки Пушкина. И тут вообще, конечно, это классика, это наша, как бы, не знаю, история. Его невозможно не любить. Очень впечатлил. Очень интересно рассказывается, так внимание держит прям. И с темарком так кое-где. Очень интересно было на самом деле. В следующий раз журналист и филолог Леонид Клейн поделятся с тольятинцами знанием о том, есть ли мораль в баснях Ивана Крылова. Не пропустите уникальные события в жизни нашего города. Посещение лекций нового интеллектуального проекта Тольятти Азота совершенно бесплатно.